итак ну что ж ариару мои маленькие любители покушать и вы не поверите когда я вам скажу что это прохождение то есть самые всеми любимые сборочки таким немало увлекательным модом как пиксель мон да 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 давненько я здесь не появлялся но к сожалению или к счастью я помню сколько бед и страданий принесла мне эта сборочка весь этот мир и я опять сюда вернулся за поисками новых приключений а все потому что как я обещал я сюда вернусь как только этот мод обновится и все его проблемы тоже перейдут на новую версию и теперь у нас версия пиксель моно опять-таки новая уже третья за все время его прохождения и мы уже вот здесь вот находимся и рады встречать новые приключения которые нас будут ожидать как я и говорил планы у меня конечно же грандиозные и наполеоновские я безуспешно буду пытаться опять-таки поймать их покемонов которых я хочу себе заиметь в коллекцию и в частности этим покеоном будет является мью если я все правильно понимаю это самый наверное легендарный и всеми любимый покемон и он всеми известный потому что он из самого первого поколения и был самого начала зарождения этого увлекательного мира и вселенной по покемонам и естественно и естественно за кадром я провел очень большие подготовительные действия и в принципе до этой серии я очень сильно подготавливался и все то что я делал я делал для подготовки к сражению привет кстати босс не ожидал я тебя здесь встретить давай сразимся раз такое дело что меня не может конечно же не радовать то что наконец-то боевая система этого мода обновилась наконец-таки во первых мы здесь можем наблюдать новую иконку то что теперь он является с блестками и это значит то что этот покемон шайни покемон то есть ультра редкий или как-то так называемый и мало того мы можем использовать x форму в обычном измерении я не знаю зачем и почему убирали это в предыдущих обновлениях но я безмерно рад что теперь нам это добавили и теперь я могу это использовать конечно же я буду сейчас использовать x форму на нашем чрезарде то есть мегамакс форму и пытаться жечь травяного покемона потому что в таком случае наши атаки будут иметь двойной эффект также я сейчас не показал к сожалению но у нас при наведении на иконку мы видим какие-то непонятные статистики в правом нижнем углу экраном я без понятия что это значит что это за синенькие квадратики что за серенькие понятно что вот психикал это как бы психическая атака power но это понятно сил атаки и акуарити это вероятность попадания блин что за синий квадратики вообще без понятия и почему огненная атака просто макс флэйр является психической вообще и вообще все его атаки является психически непонятно никто это не знает даже мне кажется создатели этого мода не знают и и что они творят для меня очень большая загадка физически не психические а физические 1 прошу прощения у создателей вода но тем не менее я не буду забирать свои слов потому что опять-таки очень много вопросов к создателю этой модификации временем и босса побеждаем забираем конфетку и удочку бесполезный лут ну что ж когда я разобрался со всеми тут норовящими покемонами мы можем вернуться к поимке того самого легендарного и непобедимого покемонов и если мы с вами сейчас зайдем на официальную википедию покемонов пиксельмонов в частности его мы идеи можем найти в биоме джангл либо джангл и мы сейчас находимся в джангл и он то есть я вырубил здесь представляете каким по размерам был лес это стоило мне гигантских усилий я потратил несколько часов на это и вот здесь какие-то обрубки вырубал пытался джангл эмбиомов давайте сразу не будем пытать счастье и полетим джагл м потому что как я понимаю там вероятность нахождения этого легендарного покемона гораздо гораздо выше и не будем пытаться сейчас сразу вот этими маленькими шансами разбрасываются ведь я понимаю то что вряд ли мы вообще сможем даже призвать попытаться не то что поймать на попытку я уже приготовил заранее и нашел три мастер-бола и вот с этими запасами я буду сейчас пытаться дергать судьбу за все что не надо и пытаться поймать этого покемона естественно естественно не буду просто здесь стоять и ждать ведь это ни к чему хорошему никогда не приводило и у меня и у вас нету столько времени и я просто буду использовать команду я надеюсь то что вы простите мне и все то что я хочу сделать хотя сказать я и вместо того чтобы заспавнился какой-нибудь ультра редкий или ультра супер какой-то классный покемон спавнится очередной келдю которого я когда-то ловил тот самый покемон который у нас уже есть и по факту не нужен нам ладно но я говорил то что с вашего позволения я буду использовать данную команду я надеюсь что никто не против это банальная экономия времени ведь в ином случае мне пришлось бы очень долго муторно и неинтересно не для кого ждать используемую команду ю доспавнился что я потерял до речи наши сейчас главная задача найти это вам ю где он может находиться потом смотрите сразу же сразу же вот он ю все он с нами даже драку на мастер болт даже не думая даже не думаю мастер болт офигеть офигеть ребят я его конечно же его ловлю это просто такой дикий у меня нету слов я за кадром чтобы вы понимали 14 часов 14 ребят 14 часов 14 долгих часов попыток просто призвать и тут на запись с первого раза спавнится этот покемон это просто что это что это такое как это работает что это за везение уровень мамору блин привет причем вы сами все видели то что я не использовал никаких посторонних команд за исключением просто увеличение шанса спавна на легендарного покемона и это просто вау с какой-то бери уже заспалил слова не важно чтобы движение ты имеешь импрессион импрессион это получается любое движение противника будет использовано против него помощью или кинетических свойствам юб потом пас и какие-то три вообще беззрачные способности то есть ничего такого не представляющий себе но это сам ю смотрите вот это на эту милашку которая здесь у нас обитает да немножко полигональная да немножко 2d на и у нее глаза выглядят но это же мю и немножко рваная анимация ну это же милота я немножко до сих пор под эмоциями нахожусь прошу прощения за столь бурную эмоциональность я вообще никак не ожидал не чтобы вы понимали нечто похожего теперь мне нужно получается отправиться домой вот мы уже и дома чтобы понимали view это не финальное то что я планировал иначе бы серия вышла слишком короткой помимо основном ю к сожалению благодаря экспериментам и выведениями различных рода ученых ученые вывели новый вид покемона это уже люди вывели покемона youtube который был получен благодаря клонированию покемоном you и этим же я хочу заняться в данный момент и я хочу сейчас помимо того что просто взять и клонировать покемона попробуйте его поймать и приручить то есть поймать и приручить youtube но соответственно у нас вот это вот деяние соблюдено с какими-то рисками в том смысле то что у нас просто может не удастся и нашу ю может погибнуть но давайте надеяться на лучшее обязательно все у нас получится вот получается машина для клонирования одна из тех причин к чему я не люблю создать лимона пиксель модным почему почему нельзя нормально сделать что это такое за накладывание одних текстур поверх других это не ресурс пак это просто халатное отношение к собственной модификации ну поправьте вы пожалуйста но сделайте вы нормально не над вали лонин машин что для тебя нужно лонин корт оранж тэнк и green тэнк то есть в принципе ничего вообще сложного да нет топ фосил машины получается вот эти вот что то вот эти фосил машин я их пожалуй даже себе заберу я сомневаюсь что я буду еще вывозить а для крафта тем более они очень сильно понадобятся и случайно их использовать не буду и все получается у меня уже по идее должно быть все готово для того чтобы я успешно скрасил этот полный машину встретимся через буквально сейчас ну а прежде чем продолжать наш видеоролик я бы хотел продолжить традицию нашего небольшого интерактива а в частности она заключается в том что под прошлым видеороликом я спрашивал у вас что это за покемон было достаточное количество желающих угадать имя этого покемона и дать ему собственное но великая сила рандома выбрала именно вот этого человека с вот этим комментарием и с вот этим ником и теперь этого покемона будут звать именно так и в продолжении этой традиции я хочу спросить у вас что это за покемон и человек который правильно напишет ему имя может дать ему собственное а еще мне хочется поблагодарить всех и каждого кто ждал продолжение этого увлекательного сезона в планах у меня есть еще несколько идей по продолжению этого увлекательного сплея я был бы не я если бы не спросил вас вашего мнения если у вас какие идеи по поводу дальнейшего развития в этом увлекательном моде ну а теперь мы возвращаемся обратно к видеоролику и вот наш клонин машин забирается успешно из нашего рецепта крафтинга и давайте где-нибудь вот здесь вот разместим а ну ладно 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 это ничего страшного просто случайно я мискликнул и случайно суда мью сразу разместил ничего страшного и получается нам нужен каталист и получается в каталист я могу засунуть либо алмазные блоки либо золотые либо железные и соответственно чем больше я засуну сюда блоков тем выше шанс получить нашему youtube что я безмерно надеюсь и жажду а именно жажду я получить с первого раза поэтому никаких ресурсов я жалеть не буду и все алмазы которые я находил здесь за серией за кадром в долгих долгих блуждания по кораблям края я без зазрения совести прямо сюда вот буду засовывать тем самым бустя вот этот клонин машин хотя он странно разместился но я думаю то что он все равно разрушится так что ничего страшного не произойдет и нам остается наверное только ждать я по моему не помню насколько сильно долгий это процесс нет 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 ну как ну как так то блин дита долбаный дита серьезно нет как объеме вернулся ладно хотя бы так хотя бы я просто не просрал свою мью дита покемон мимик который мимикрирует любого покемона его конечно же будем пытаться поймать но я хотел конечно же мьюту первым попасть но это просто же везение уровень маму рука о чем может быть и тереть надо попытаться его как-то обезвредить только его где-то потерял видимо да я даже поймать не успел даже дита от меня избежал блин то завезение ладно с этими же не попишешь в рому сейчас еще раз заново сюда мью кинуть и снова нужны алмаза да что что будешь делать я не расстраиваюсь то что дита у нас поймать не получилось ведь всегда можно поймать еще одного ведь я больше уверен даже с второго раза у нас все пойдет не как надо трачу я последние алмазы на это все действие так что пожалуйста меня это не подведи ждем мы снова и и и и и ну-ну-ну-ну-ну давай пожалуйста посмотрите как он издевается надо мной а засранец а ну засранец посмотрите на него 21 уровня засранец просто космический засранец и этого я случайно убил я же говорю то что мне не могло так повезти у меня алмазов теперь не хватит на то чтобы попытаться еще раз призвать этого самого покемона стоит надеяться что что сейчас появится разлом в между мире и стоит надеяться то что если я сейчас в этот разлом смогу прошмыгнуть у меня получится снова раздобыть алмазов там я немножко пофармлю машинку я сюда пока перенес мне стоит ждать разлом я как бы понимаю то что меня с другой стороны нет покемонов с помощью которых я мог бы этот разлом создать нет вообще никаких ресурсов сейчас попытаться снова это попробовать сделать последние последние буквально три блока я даже нашел где-то рду алмазную которую переделывайте блоки это вот реальные последние алмазы самые последние которые у меня были если с ними не получится то реально придется искать разлом видимо где-нибудь и уже разломом как это пытаться проделать себе путь во светлое будущее ну давай не подведи меня пожалуйста что за песечка у нас сегодня целый день смотрите вот он вот он идет у наш мне конечно же нужен покебал мастербол который мьют у нас сразу же попадает безоговорочно потому что стопроцентный шанс поимки и пыхал май парас награди меня силой да у меня сломал машину и и никак не починить надо было ее оставить но судей по ее месту не особо хочется не заморачиваться данный отчет не даже мне оставили посмотрите мне и мтью оставили и мьюту теперь у наш наш youtube какие вы красавцы ты еще и позируешь мне тут какой же ты лапочка просто невероятно не хотелось бы узнать что у тебя просто там у тебя есть что-то замораживающее судя по описанию это наподобие брони из-за льда я бы советовал мне тут тебе найти какого-нибудь хорошего тренера но не меня потому что тебя нужно срочно качать ручно прям срочно фу это вот было жестко я вам скажу я таких эмоций давно не испытывал я не знаю как еще знать и описать тот факт один из самых сильнейших покемонов этого мира теперь наш правда в данный момент я согласен с вами то что в данный момент у этого покемона нету абсолютно никаких атакующих киллов но я думаю то что если мы его сейчас немножко потренируем и покачаем особенно если я ему уделю побольше внимания за кадром то обязательно это у него появится или например как случилось с электробазом или как например случилось с этим покемоном я самостоятельно ему проапгрейдил скил и дал ему морозный электрический нейтральный и огненный удары это происходит банальным нахождением в мире торговцы и торгованием как ни странно за различные ресурсы у него скилами а ты умеешь летать а я могу на тебя кататься а да ты летать умеешь прикольно этого я не ожидал как это комично выглядит ну а серия же постепенно будет на этом заканчиваться минимум несколько серий я думаю то что еще будет по миру пиксель мон будут ли серии дальше будет зависеть сугубо только от вас и давайте с вами тогда договоримся следующим образом как только это видео скажем набирает 20 лайков то следующая серия выходит сразу же незамедлительно думаю это хорошая сделка и будет не хилом таким мотиватором для меня ну и также для вас но со своей же стороны мне хочется сказать то что всем спасибо что смотрели у микрофона был как всегда ваш поклон слуга мумору еще услышимся